Здравствуйте! Сегодня в нашей программе Ввод комплекс дня Будет состоять из 4 движений Рывка гири Выбросов со штаны Запрыгивание на коробку И бурби через штаны По второй части программы я вам расскажу о программе Сегодня мы вам дадим второе задание Которое будет состоять из двух несложных движений Я покажу технику этих движений У вас будет возможность во второй раз приобщиться к кроссфиту вместе с нами Сегодняшний год состоит из 4 движений Первое движение это рывок гири Второе движение прыжки на коробку Третье выбросы со штаны Четвертое бурби через штаны Что это за комплекс? Этот комплекс Отборочный этап на чемпионате Украины по гроссфиту Который пройдет через неделю Мы с ребятами Выполнили его Так сказать Тактически разобрав его Это был пробный Пробный заезд На следующей неделе Мы выполним его Уже откорректированными силами Ну и у нас есть задание выйти за 150 повторений Ребята из нашей команды Которые выполнили этот комплекс Делали 143 и 147 повторов в сумме Наша задача выйти за 150 Ну, вы посмотрите, удастся нам это или нет Первое движение рывок гиря Классический пример движения из гиревого двоеборья Рывок гири выполняется гири весом 24 кг За минуту нам нужно сделать максимум повторов В каждом из движений Гиря, коробка, трастер, бурби Мы решили делать рывок одной рукой в первую минуту И во втором раунде другой рукой Дабы не терять времени на смену руки Второе движение это классическое гимнастическое движение Запрыгивание на тунду Ничего сложного, но тоже есть свои тонкости Третье движение Выбросы со штангой 40 кг Движение очень энергоемкое Поэтому третья минута, которая будет посвящена этому движению Будет самой сложной И должна быть самой тактически выверенной Последнее движение это работа в финале на количество То есть финишный отрыв Бурби через штаны Тоже классический пример гимнастического движения В котором в работу вовлечены все мышечные группы Отжимаемся, вместо хлопка над головой прыжок через штаны Комплекс будет состоять из двух раундов Четырех упражнений На каждое упражнение отводится минута Минута рывков в гире Минута запрыгивания на коробку Минута выбросов со штангой И минута бурби через штаны Между раундами Минута отдыха Два раунда, между ними минута Сегодня мы определим Насколько эта минута позволит нам Восстановить свои силы И насколько мы сможем быть эффективны Во втором раунде этого сложного комплекса Каждое из упражнений комплекса Включает в себя работу всего тела Нет ни одного движения, которое Изолировало бы какую-то часть тела Нет ни одного движения, в котором Возможен отдых, возможно восстановление дыхания Все упражнения сложные Поэтому тактика будет очень важна Расхода сил в этом комплексе Я считаю, что самым сложным этапом комплекса Будут растеры Поэтому В первом раунде я постараюсь Не выйти за 20 повторов Чтобы иметь возможность продолжать комплекс Моя фишка – это силовые движения В этом комплексе силовых движений нет Поэтому мне нужно будет Стратегически распределить свои силы Чтобы дожить до второго раунда И закончить по возможности комплекс на ускорение Вот такая вот прудная попытка отбора На чемпионат Украины по кроссфитам У меня часто спрашивают Как ты можешь тренироваться два раза в день Шесть раз в неделю Ответ на это прост – палеодиета Кроссфитоглет – это гоночный болид Что ты зальешь в бак Так он тебя и будет вести Что я бросаю в свой бак Палеодиета – это диета пещерного человека Два с половиной миллиона лет человек питался исключительно палеопродуктами Это то, что он мог добыть сам Последние десять тысяч лет человек с развитием сельского хозяйства Питается продуктами сельскохозяйственного производства Ученые провели исследование Заболевание, переносимость Оказалось, что Генетический организм предрасположен палеопродуктом Два с половиной миллиона лет он привыкал к определенному образу питания Последние десять тысяч лет мы включили в него молочное, злаки, полуфабрикаты Все то, что делает работу организма намного более сложной Почему палеодиета важна для кроссфит-атлета? Во-первых, потому что две или три тренировки в день Не подразумевают сонливости, не подразумевают усталости И не подразумевают разморенности Ты должен постоянно быть готов работать Это человек в пещере В пещеру заглянул медведь Ты должен или напасть на него, или убежать А если ты выпил кока-колы с гамбургером, ты не готов бежать Ты готов лезть и поспать Чем это обусловлено? Всплеск инсулина, сахар и сонливость Есть набор продуктов, которые подразумевают палеодиета Это мясо, рыба, яйца из углеводов, овощи, фрукты, орехи, семечки Что палеодиета исключает? В первую очередь это сахар Сахар это скачки инсулина, это сонливость, медленная работа всех систем организма Палеодиета исключает молочные продукты Молочные продукты это лактоза Многие из людей не переносят ее и потому работа организма сильно замедляется Третье это пшеница Пшеница содержит лектин, содержит антинутриенты То, что мешает усваиваться витаминам и минералам Поэтому мы стараемся все это максимально исключить И кормим себя тем, на чем мы будем ехать Исключительно тем, что будет давать энергию жизни и тренировкам Моя диета состоит на 80% из палеопродуктов и на 10-20% из читерства Читерством называется еда для удовольствия То есть, мой чит-день попадает на воскресенье Воскресенье это у меня расслабленный день Это день отдыха, это день, в который я могу даже попасть в Макдональдс Но это единственный день в неделю, когда я позволяю себе расслабить голову, расслабить организм Хотя я не помню воскресенье, когда бы я полностью отдыхал Воскресенье я посвящаю работе над мобильностью, работе над растяжкой Но никаких силовых и метконов у меня нет Поэтому я могу расслабиться немного И включить свой рацион, те самые 10-20% Не палео, так сказать Я бы вам рекомендовал переключаться на палео постепенно Потому что такой способ питания Он в первую очередь бьет по нервной системе Вам сложно Вам хочется съесть сладенького, вам хочется выпить йогурт Вам хочется элементарного хлеба Я бы рекомендовал палео для начала 50 на 50 Уберите весь сахар Просто уберите сахар, исключите скачки инсулина Инсулин в кроссфите это краеугольный камень Выброс инсулина Любая сладкая продукция провоцирует выброс инсулина Кровь быстро напитывается глюкозой И оставшаяся глюкоза в форме углеводов откладывается в виде жира Поэтому нам нужны те углеводы, которые будут работать А это фрукты и овощи Если вы тренируетесь тяжело Если вы считаете, что вам не хватает углеводов Значит, употребляйте фрукты, богатые углеводами Вишни, груши, бананы, ананас То, что содержит достаточное количество углеводов, которые вы будете использовать на тренировке И никаких газированных сладких напитков Только вода, 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 еще раз вода Наш организм, это водная среда Недостаток воды помешает набрать мышечную массу Недостаток воды помешает сбросить жировую массу Поэтому основные принципы таковы Отказ от сладкого Отказ от молочных продуктов Отказ от бобовых и пшеницы Мы используем только натуральные Мы используем те продукты, на котором кроссфит атлет, как гоночный болид, будет готов работать всегда Поэтому палеодиета мне и подходит Я последние месяцы 8 исповедую этот образ питания И он очень чувствуется в прогрессе на тренировках Я не скажу, что вся моя тренировочная деятельность строится вокруг палеодиеты Нет, это одна из составляющих частей Но очень важная часть ее Поэтому я бы вам очень рекомендовал Переходить на палеодиета хотя бы постепенно Ступень за ступенью Попробуйте исключить сладкое Попробуйте отказаться от молочных продуктов Если вы не можете отказаться от молочных Пробуйте употреблять парное молоко Не пейте молоко из супермаркета Пробуйте сделать свой рацион как можно более наполненным натуральными продуктами Противники палеодиеты очень часто говорят о недостатке кальция Потому что исключаются молочные продукты Но многие люди не имеют ферментов для переваривания молока И многие из этих людей спортсмены И они не испытывают недостатков кальция Но если это вас так пугает Вполне можно восполнить их препаратами кальция Поэтому отказываемся от молочных Отказываемся от пшеницы Итого Мой примерный рацион Выглядит так Завтрак На завтрак я ем яичницу Из 5 яиц Я ем фрукты Я ем овощи Второй прием еды У меня мясо Не важно какое это мясо Гриль, мясо вареное Это мясо без масла Это мясо Это овощной салат Это фруктовый салат Третий прием пищи у меня тушеные овощи Тушеные овощи Рыба На гриле или вареная И фрукты Четвертый прием пищи Это немного риса Который позволяется в палеодиете Бурый рис Ну может немного овсянки То что имеет хороший гликемический индекс И хорошую усвояемость Немного овсянки И опять же мясо Вечер у меня мясо, овощи Весь день я ем много фруктов Весь день я ем много овощей Это много углеводов Это то что позволяет мне Выполнять 2 тренировки в день Я пью много воды Кроме того я употребляю спортивные добавки Которые помогают мне восстанавливаться Как я уже говорил Уберите сахар Просто уберите сахар из своего дневного рациона Исключите скачки инсулина И вы сразу почувствуете Желание идти дальше Исчезнет сонливость Исчезнет тяжесть желудки Исчезнет постоянная тяга к еде Постоянный аппетит Который провоцирует выбросы инсулина Попробуйте убрать сахар из своего рациона Это все что нужно для начала Вы почувствуете Несомненное положительное влияние Отказа от сахара Уже в первые пару недель Первый день этого не произойдет И во второй будет тяжело, будет сложно Будет хотеться печенье, конфетку Будет хотеться завернуть в магазин и купить что-то сладкое Потерпите Неделю, две, все Одно небольшое усилие И вы встанете на верный путь И не забывайте про воду Какие бы у вас не были цели Или у вас есть цель просто хорошо себя чувствовать Или у вас есть цель худеть Или набирать массу Или становиться сильнее Все процессы в организме человека Это обменные процессы в жидкой среде Чем текучее эта жидкая среда Тем быстрее идут обменные процессы Чем больше она густеет Тем медленнее процессы Пейте воду На каждые 30 кг веса Выпивайте литр чистой воды Весишь 90 кг Выпивай 3 литра И тогда вы будете себя чувствовать лучше У недостатка воды Огромное количество симптомов Головные боли Судороги Усталость Сонливость Это все недостаток жидкости в организме Многие говорят Мой организм сам мне подскажет Когда мне нужно пить Но Как вам скажет любой врач-диетолог Чувство жажды Это то чувство Которое появляется Когда организм уже час как обезвожен Не должно быть чувства жажды Вы не должны хотеть пить Если вы захотели пить Вы все пропустили Вы загнали свой организм В шоковое состояние Нельзя хотеть пить Организм этого не подсказывает Весь контроль должен быть в голове Возьмите себе за правило Выпивать каждые полчаса стакан воды Это не много Многие говорят Я не могу пить Я не хочу пить Один стакан 200 грамм За полчаса Это совершенно Не напряжет никого Но это позволит вам Набрать норму воды Уже до 4-5 часов дня Вы потребите дневную норму воды Это нормально Вы начнете расти Вы начнете худеть Вы начнете бодреть Поэтому Палеодиета Подходит всем Есть там Небольшие нюансы Болезни печени, почек Но мы говорим О Кроссфит атлетах Мы говорим о людях Которые хотят прогрессировать А теперь Мы как люди Обычные не профессора Генетики и биоинженерии Переходим к объяснению на пальцах Что я буду есть Сегодня после тренировки Я потренировался Я значительно истощил Свои ресурсы Для восполнения ресурсов У меня Во-первых Рис и курица Самые обычные продукты Куриные ножки И рис То что позволит Закрыть углеводное И белковое окно Во-вторых Это овощи Болгарский перец Огурцы И помидоры И фруктовый салат То Без чего Свою палеодиету Я Совершенно не представляю Если б не было этой коробки Я Я вряд ли Смог бы Выдержать эти две Поэтому Ищите хорошее во всем Даже Таком сложном и гадком Как палеодиета Ешьте палео Становитесь Сильнее и быстрее А теперь домашнее задание Небольшой комплекс В котором вам понадобится гиря И 5 квадратов свободного места Больше ничего Ну и немного упорства И технических навыков Технические навыки дам вам я сейчас А упорство Уже требуется От вас Комплекс будет состоять Из махов гирей 16 килограмм И Такого упражнения Как бурпи Махи гири Представляют из собой Из себя На вот такое Движение Начальное положение Гиря между ног Конечное положение Локти смотрят вверх Второе упражнение Бурпи Выглядит оно Вот так Касание грудью пола Становимся на ноги Прыжок Хлопок над головой Условия выполнения Касаемся грудью пола В нижнем положении И В момент Отрыва ног От земли Соединяем руки над головой Все движение Комплекс выглядит как 3 раунда 21-15-9 Такая стандартная Комбинация в кроссфите 21 мах 21 бурпи 15 махов 15 бурпи 9 махов 9 бурпи Это взрывная работа в пределах 6-8 минут Для новичков И в пределах 4-6 минут Для продвинутых Какие могут вам встретиться сложности И какие есть хитрости И какие есть хитрости Покажу по одному моменту в каждом движении Махи гири В махах гири работают бедра и спина В махах гири не работают руки Если вы начнете тянуть гирю Все усилия бедра самортизируется в изгибе Поэтому наша задача Бросать гирю Бедром И держать руки прямыми Бросаем гирю Разгибая бедро Разгибаем бедро Гиря летит Разгибаем, летит Руки ровные На протяжении всего движения Не нужно сильно наклоняться Не нужно сильно приседать Делаем короткое мощное движение И небольшая хитрость бурпи Зачастую бурпи делают сильно напрягая руки Здесь этого делать не нужно Наша задача Мягко лечь на пол волной Опустить бедра Опустить грудь Так же само подняться Разогнув руки И подбросив ноги Прыгнули Хлопнули Это будет Намного сложнее сделать Подъем разгибом Намного проще У вас есть два упражнения Не очень сложных У вас есть минимум инвентаря У вас есть комплекс Который Проработает Все ваше тело У вас будут работать мышцы Которые толкают Будут работать мышцы Которые тянут За 8 минут Вы потренируете Весь свой организм Поэтому Найдите 8 минут Выполните комплекс Соблюдая стандарты И пришлите нам свое время Мы будем Рады оценить Ваши усилия Смотрите нас В следующих выпусках Выполняйте наше задание Становитесь сильнее вместе с нами